Уже третий год подряд самоуправление Дагополса успешно реализует муниципальную программу по привлечению в городские и медицинские учреждения врачей-резидентов. Она предусматривает выплату стипендий, а также предоставление служебного жилья молодым специалистам. Правда, только в том случае, если без пяти минут доктор проходит резидентуру в одном из дагополских лечебных учреждений, а впоследствии не менее пяти лет будет там работать. Время показало, что данные условия будущих дипломированных врачей не пугают. Все больше и больше молодых врачей, которые сейчас учатся, получая стипендии, и после окончания резидентуры будет у нас работать. В настоящее время у нас таких 15 человек. Сегодня в Дагополскорегиональной больнице незаполненными остаются более 40 вакансий. По-прежнему медицинскому учреждению требуются врачи-неврологи, окулисты, травматологи, ортопеды, онкологи, хирурги, отоларингологи, гинекологи, акушеры. И по мнению Рениса Йокста, реализация муниципальной программы является практически единственной возможностью решить столь актуальный кадровый вопрос. Мы не оказываем вообще уже неотложную помощь, как специалисты лоры, глазные врачи. Это вообще у нас проблема большая, это может быть самое актуальное. Но и другие специальности, даже те специальности, к которым мы оказываем помощь, те же самые нейрологи, трихирурги, травматологи, все у нас базируется на очень большой нагрузке врачей. Но программа работает, и я думаю, что студентов будет больше и больше, которые будут заключать нами договора и потом работать в больнице. К слову, четыре врача-резидента сегодня работают и в довыполской психонерологической больнице. Очень скоро к ним присоединятся еще четверо начинающих свою профессиональную деятельность докторов. А в этом году о своем участии в муниципальной программе заявили еще три молодых специалиста. Один из них, будущий уролог, претендует на получение муниципальной стипендии в размере 220 евро. Оставшиеся двое просят Дума оплатить им обучение в резидентуре, где они осваивают такие профессии, как онколог-химиотерапевт и периодонтолог, то есть специалист по диагностике, профилактике и лечению десен. Речь идет об отделении финансирования в размере около 60 тысяч евро. На прошлой неделе данный вопрос был положительно рассмотрен на двух комитетах самоуправления. К слову, в ноябре прошлого года депутаты самоуправления внесли поправки в муниципальную программу, которая предусматривает стопроцентную оплату обучения врачей-резидентов, но не всех. На эту поддержку могут рассчитывать только молодые специалисты, которые учатся на программах, не финансируемых из госбюджета, но в которых очень нуждается наше лечебное учреждение. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на заседании Думы.